В эфире «Момент истины» в студии Андрей Караулов. Европейский суд по правам человека обязал правительство России, именно так сказано в решении суда, правительство России обязано раскрыть местонахождение главы Ставрополя Игоря Бестужева, избранного на этот пост 8 месяцев назад. Еще один идиотский скандал, скандал на ровном месте, скандал которого могло не быть. 2 февраля этого года был арестован сити-менеджер Бестужа Игорь Александрович, которого обвинили в покушении на взятку в 50 миллионов рублей. Но пикантной ситуации 2 месяца назад был задержан с 12 миллионами рублей, это тиражировалось всеми СМИ, его общественный помощник, которому 75 лет, некий Козлов, который получил деньги от некой риэлторши, которая ему принесла 12 миллионов. Для чего? В здание мэрии не для чего, просто принесла. Ну что это, провокация, что это? Провокация или операция какая-то, не знаю, и никто не знает. У нее на пуговице там была, видимо, камера, и общественный помощник прям в здание администрации спускается, говорит, так, принесла много денег, полно, да, ну ладно, я ему позвоню. А кому ему? Непонятно кому. На 2 месяца об этой истории все забыли. И вдруг через 2 месяца этот общественный помощник вспоминает, что эти деньги он нес Бестужеву Игорю Александровичу, главе администрации города Ставрополя. Мы не можем, даже если бы хотели, а мы и не хотим, вмешиваться в тайны следствия. Да. Борьба с коррупцией, на здоровье мы только за это. Но почему нужно 33 дня прятать мэра от всех, на 34-й день сказать, что он в Владикавказе, и только еще через 10 дней он, наконец, видит адвоката, которого он, мэр, хочет видеть, и свою семью. Это система в работе следственных органов. Слушайте, зачем так? Ну понятно, что глава города особый интерес. Любой арестованный имеет право на адвоката в ту же минуту, в минуту ареста. Других нет методов. Исчезло понятие доказательной базы. Никитич, ну понятно, что к аесту мэра города, такого как Ставрополь, будет особый интерес. И 33 дня все журналисты какой-то скандал мэра потеряли. Мы сейчас видим маленькую часть айсберга, которая существует. Это система работы нашего следствия. Месяц ни семье, ни адвокату не давали никакой информации. Семья даже пошла на крайние меры, обратилась в милицию с требованием найти человека, распространила по всему городу листовки «Помогите найти пропавшего без вести». Главу города. И Октябрьское отделение полиции приняло это заявление. Получается, что даже официально вам не сказали, что он задержан. «Рост такой-то, глаза голубые, помогите найти». И адвокат не был допущен. Милиция розыск объявила главы Ставрополя. У милиции не было официальных данных, куда делся мэр. Раньше бы это вызвало жуткое совершенно удивление. Милиция наверняка удивилась, потому что у них ведь в городе двойное подчинение, свои начальники и местная власть. Их начальник, самый главный, вдруг исчезает, да? Да, глава города. Глава города вдруг исчезает. Люди, которые себя называют правоохранителями, ни во что не ставят процессуальный кодекс. Человек имеет право на защиту. Его, по сути, лишили этого права. Говорили, что он якобы этапирован в город Владикавказ для его собственной безопасности, но общественности и семье непонятно, от кого его охраняют. Прошло 43 дня. Следственный комитет сказал, что ну вот там готовы пустить адвоката и так далее. И жена, представители средств массовой информации поехали во Владикавказ, в этот ИВС, где нас не пустили на порог, сказали его здесь нет, не было и не будет. Мы приняли решение обратиться к прокурору Республики Северной Осетии Алания. Старший помощник прокурора немедленно нас принял. Очень удивился о том, что на его территории происходит такое беззаконие. А это было официальное сообщение Следственного комитета? Это было официальное сообщение. Что он акобирован в Северную Осетию? В ИВС по улице Пушкинская, 10. А там никто ничего не знает? Никто ничего не знает. Оказывается, что три дня назад его поместили в СИЗО номер 6 города Владикавказа, который находится совершенно в другой части города. Руководство сказало, что мы не против, если следователь, ведущий это дело, подпишет на ордере, что он не против, чтобы допустили адвоката. Слушайте, но адвокат всегда имеет право быть там, где его доверитель, независимо от воли следователя. Вы правы. И это спустя 43 дня после задержания. 43 дня, да. Нарушение прав человека. То, что констатировал в данном случае Европейский суд. Следствие, разумеется, за это ответит. Не может не ответить. Логика простая. Если есть что скрывать от адвокатов, от семьи, от журналистов, от всех, от общественности, глава города, фигурно. Серьезное? Значит, какого города? Столица края. Если есть что скрывать, человека нужно спрятать. А что же скрывается? Мы ответим сейчас на этот вопрос. Я посоветовал все-таки запустить адвоката. Через два часа вышла адвокат. Адвокат, который приехал с вами? Вышла Денисова и возбужденно сказала, что никаких признательных показаний он не давал. Какие-то бумаги он вроде подписывал, но их, в общем-то, не помнит, что происходило. Следователь, который ведет дело из Ставрополя, ни разу там не был. Первая его фраза была, никаких признательных показаний не давал. Если что-то и подписывал, то смутно помнишь то. Как-то так адвокат не допускается к задержанному. Родственники не знают, куда исчез их кормили. А город не знает, где глава города. Он же продолжает быть главой Ставрополя. Продолжает получать зарплату, начисляется зарплата. Сотрудники уполномоченного по правам человека ищут собаками в другом городе и их наводят по ложному адресу. Любой важняк имеет в запасе только один козырь, как правило. Он имеет в запасе тюрьму. Мы знаем, что такое советская система исполнения наказаний. Мы знаем, что за рубежом не выдают нам людей, преступников, только потому, что он может попасть в нашу тюрьму. А значит, никаких гарантий жизни, здоровья. Вот эти инквизиторские методы задержать человека и добиться каких-то признательных показаний. В отсутствие адвоката, которому он доверяет. То есть адвокат будет наш, следствие предлагает лучше, чем никто. Естественно. Там свои адвокаты. Где надо, промолчат. Что надо, скажут. Что не надо, не скажут. Распространенная. Я не скажу, что это общая практика, но она очень распространенная, эта практика. Про Ставрополь ведь мы многое знаем. К сожалению. И все становится более-менее понятно. Руки все-таки не доходят до всей страны, доходят до определенного региона. Вот давайте посмотрим, что там происходит. Ставрополь знаменит не только Горбачевым, но еще и губернатором Черногоровым, который поставил, прошу прощения, себе как почетному гражданину края, стеллу при жизни, памятник. То есть Черногоров сам себе, Черногорову, открывал памятник, стеллу. Это знаменитые края, в которые бесконечно ездят отдыхать очень высокие... Стеллу это убрали только несколько лет назад. Это люди, которые умеют принять, это люди, которые умеют заявить о своей преданности. Я не хочу всех обвинять, но такой имидж сложился. Лихничек. Осенью Момент Истины показал, вот они эти кадры, обыск в гостинице «Атлантида», «Орел». Некто Сергей Трофимов, депутат от КПРФ Губернской думы. Угу. Владелец гостиницы, которая была в публичном доме. Рабочий кабинет Трофимов, 2008 год. Да все, а ну что не делай, давайте. В его рабочий кабинет, как предполагает Момент Истины, были выведены здесь огромное количество мониторов. Съемки велись в каждом номере, естественно, подпольном. Потому что в каждом номере 12 женщин, почти все они, несовершеннолетние, педофилии, оказывали секс-услуги состоятельным господам. А господин Трофимов, владелец этого бардака, в любую секунду наслаждался на мониторах, мог наблюдать все, что происходит в номерах. Гостиница, объект пристального внимания спецслужб. Кураторы, те, кто приглядывали за этой гостиницей, они не могли не знать, что там происходит. Девочки, 14-летние проститутки, несовершеннолетние, педофилии, обслуживают клиентов. Выяснилось, что у многих из них отнимали паспорта, то есть это незаконное лишение несовершеннолетних свободы. Три особо тяжкие статьи. Незаконное лишение свободы, педофилии и содержание притона. Были арестованы некто Шохина-Колесникова-Прятко, господин Трофимов тоже был арестован, но через два месяца вышел на свободу. Вроде как заболел человек в СИЗО. А потом каким-то чудом его статус из подозреваемого, он организатор его гостиницы. Свидетель. У него много мониторов, он был свидетелем всего, что происходило в каждом из номеров. Да, он свидетелем. Пришел Геннадий Андреевич Зюганов и попросил включить его в список депутатов губернской думы от коммунистической партии. Зюганов, он же ведь Орловский, он хорошо знал эту историю, тем более, что Трофимов, еще раз скажу, два месяца провел в СИЗО. Потом больным оказался, но к депутатской работе Годин и Зюганов, разумеется, совершенно бесплатно, кто же в этом сомневается, включил Трофимов в список КПРФ, и он стал депутатом местного законодательного собрания. После нашего эфира в моменте истины мы в тюрьму поехали в лагерь. Выступила бывший главный администратор Атлантиды, осужденная сегодня Колесникова, которая прямо указала, что все, что они делали, они делали по указанию господина Трофимова. На протяжении длительного мнения мое заявление в компетентные органы о законности освобождения Трофимова Сергея Викторовича от уголовной ответственности остается без результатов. Не сам же следователь, который изначально не сомневался в преступной деятельности Трофимова, принял на решение вынести постановление о его невиновности. Немедленная реакция Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Подписано письмо Марины Гридневой, начальником управления по связям с нами, с журналистами. Генерал Марина Гриднева. На следующий день, после нашей программы, прокурор железнодорожного района Орла постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Трофимова отменяет на следующий день после нашего первого сюжета. После выступления госпожи Колесниковой и зная, что прокурор района в Орле отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении Трофимова, кто вмешивается правильно? Руководитель Следственного управления, прошу внимания, Следственного комитета России, господин Сазин. Он добивается отмены постановления прокурора железнодорожного района. Мотивация. Да, был публичный дом. Да, были там девчонки 14-летние. Да, незаконно их лишили свободы. Но он же депутат. Какое доверие ему люди оказали. Тогда уже прокурор города Орла отлоняет представление Следственного комитета. И сегодня, получая официальное письмо из Генеральной прокуратуры, все решения, цитирую, по данному уголовному делу, обжалованные прокурорами и района, и города, направлены в адрес заместителя председателя Следственного комитета нашей страны Бастрыкина, генерала Пискарёва ВИИ, о принятом им решении по делу Трофимова. У нас информации на сегодняшний день не имеется. Я предлагаю всем нашим зрителям две фамилии пометить в памяти. Трофимов, публичный дом в Орле, и генерал Пискарёв в Москве. И какое решение примет по поводу Трофимова генерал Пискарёв, мы обсудим в наших следующих передачах. Вот поставить на контроль, проследить, не забыть. А вот теперь, если бы вы, я вас поздравляю, всё-таки результат уже есть. Но если бы вы не вцепились, как бульдоги, в этот случай, что бы там было? О, какая борьба! Целая война развернулась за то, чтобы господин Трофимов понёс бы, как мне представляется, давно заслуженное наказание. Нет, в том, что различные организации могут иметь разное мнение по одному. Так дружно? Так дружно? Все прокуроры Орла района, города, области, теперь и генеральная прокуратура, считают, что дело было прекращено не обоснованно, кстати сказать, их же сотрудниками. А Следственный комитет дружно наоборот? Как это? Там юристы, тут юристы. Закон, конечно, един. Трактуют его и исполняют по-разному. Как разные люди, так и разные ведомства. То есть закон что дышло? История с мэром Ставрополья – это уникальная история. Человек пропал, его в розыск объявили. Он не уволен, но глава города. Никто не знает, похитили его, может, бандиты какие. Таких примеров конкретных найти очень трудно. Но у меня встречались дела бывшего медицинского работника Судакова, которого арестовали без того, чтобы возбудить уголовное дело вообще по тому преступлению. Как это может быть? Как можно без уголовного дела человека арестовывать? Этого не должно быть. И суд санкционировал это? Да, да. Речь шла о получении взяток. И суд его арестовал. Через день уже следствие само признало, что он никакого отношения к этим взяткам не имеет. Тогда за что же он сидит? И что якобы он совершил совершенно другое преступление – мошенничество. Поэтому, несомненно, по закону нужно было возбуждать новое уголовное дело. А кто мешает уголовное дело возбудить, если есть вошедник? Не хотят и возбуждают. Почему? Боятся чего-то? Думаю, что боятся, потому что понимают, что тогда вмешается прокуратура и отменят им это постановление. То есть как человек сидит без уголовного дела? Сколько он уже в СИЗО? Несколько месяцев. И уголовного дела нет? Уголовное дело боятся возбуждать, но человека в СИЗО… Уголовное дело боятся возбуждать, да. Но его допрашивают, как-то идут какие-то… А его не допрашивают. Он сидит и с ним ничего не делают. То есть, если нет уголовного дела, и допрашивать невозможно. В рамках чего допрашивать? Ну, пока мы добиваемся, чтобы отменили эти решения, тогда кто-то будет отвечать. Так, если кто-то будет отвечать, Геннадий Павлович, их никогда не отменят. Кому же охота отвечать? Человек сидит в тюрьме, а уголовного дела нет. Его даже допросить невозможно, потому что непонятно, на каких основаниях-то его допрашивают. Вы совершенно правы. Оснований допрашивать его нет. Его не допрашивают. Его и не допрашивают. Он сидит и сидит. Если преступление не тянет даже на уголовное дело, то при чем же тогда арест? Как? Как? Но самый невероятный рассказ мы обещали нашим зрителям продолжить наше расследование о подлинных причинах, версия программы «Момент истины», о подлинных причинах убийства Иосифа Сталина. Именно так стоит вопрос после нашей недавней программы, когда мы рассказали версии программы «Момент истины», у нас выступал Михаил Полторанин, глава комиссии по рассекречиванию архивных материалов в эпоху Бориса Ельцина. Именно после того, как Полторанин обнародовал свою версию, поддержанную нами журналистами «Моменты истины» в эфире нашей программы, интернет просто взорвался. Наш сайт дважды прекращал свою работу, не выдерживая такого наплыва пользователей, которые хотели посмотреть нашу минувшую программу, пропустив ее в эфире. Как же убивали Иосифа Сталина? Мы обещали доложить результаты своего журналистского расследования, и мы сдержим сегодня свое слово. Оставайтесь с нами. Действующая у нас пока с трудом презумпция невидомности, она мешает следствию, оперативникам. Они ненавидят это все, им надо сразу любой цены. Самое главное, получить вначале какой-то компромат, чтобы потом этот компромат использовать уже в следствии, это совершенно обыденное дело. Я вот думаю, что действительно мы много говорим о Сталине в последнее время, не только мы, наша программа, но, может быть, это то самое наследие, с которым страна, да, мы все, так неохотно расстаемся, именно наследие. Страшно же не то, что это наследие, а страшно то, что это наш сегодняшний день. Страшно то, что из 10 самых значимых персон России вторым был Сталин, и технологии подсчета свели его на второе место, поставив на первое место Пушкина, только потому, что эта технология реально мог быть и на первое. И на первое. Ну, вот смотрите, Черногоров, да, меня поразила эта Стелла, именно в Советском Союзе, со сталинских времен. С 51-го появилась традиция, бюст дважды герой на его родине. Стелла Черногорова, в недавнем времени четыре человека при жизни имели памятник, из них двое наши. Ким Чен Ир, один памятник, так сказать, всего в Пхеньяне, Саддам Хусейн в Ираке по всей стране, и двое наших. Николаев, бывший президент Якутии, в двух улусах бюсты. И вот Черногоров Стелла. Я обратился к Александру Леонидовичу за пояснениями. Что это такое вообще? А никакой Стеллы губернатора Черногорова, это чушь какая-то. А что стояло на проспекте Октябрьской революции? Это ребята, которых я выгонял, председателя Думы и мера города Кузьмина, который находится в международном розыске. Я им трижды говорил, не делайте это. Я был противником, но они сами поставили. И сколько этот памятник простоял? Ну, месяц-два, вот так. Потому что я предпринимал усилия, чтобы его демонтировать. Это же без моего согласия. Он несколько месяцев, наверное, простоял. И демонтировали? И демонтировали, конечно. А вот у меня справка открыт в пятом году, а демонтирован в марте седьмого года по решению Ставропольской городской думы. Два года стоял? Да нет, никакого памятника не было. Стоял в стопы на столбу, вот в рельеф был. Какой же памятник? Никакого памятника. Ну, если два года стоял памятник, Александр Леонидович, ну где же мы два года-то были? Я же не ходил туда, не смотрел. Открыто. Пятый год, лето, а демонтирован в марте седьмого года. По решению Ставропольской думы, посчитавшей заслуги Черногорова для такой стелы памятника недостаточными. Так сказано в постановлении. Да, ну это все. Во-первых, я вам скажу так, что если присылается звание почетного гражданина, нет никаких документов, чтобы этого звания могли лишить. Я же не преступник, я в тюрьме не сидел. Фотография была. Какой памятник? Барельеф с надписью «Первый всенародно избранный губернатор Ставропольского края», «Визный государственный деятель, внесший значительный вклад в социально-экономическое развитие Ставрополя». Вот такая надпись была. И демонтирована через два. Это вот, это барельеф, под ним вот эта надпись. Вот они это сняли, сняли фотографию и надпись. Вы спросите сейчас у жителей Ставропольского края, как они относятся и будут относиться к Черногорову. Я 12 лет там работал, в отличие от этих ребят. Стэлла в центре города, на аллее героев, на том самом месте, где раньше, да это Стэлла, был памятник бойцам Доватору. А, генерал Доватору был там памятник такой. Два года губернатор края проезжал на работу два раза в день, кроме выходных, мимо памятника самому себе. Ну, на самом деле, все очень просто. Саша Черногоров, ему нравятся такие вещи. Он продукт своей эпохи. Он же был секретарем-крайкома. А Чубайс тоже продукт своей эпохи. Вы, ваза с Чубайсом, завалена была Государственная Дума вазами с изображением Анатолия Борисовича, как героя. Как Барклайда Толли сегодняшнего. Дорогие вазы, не одна. И это, я предполагаю, согласие самого Чубайса. Опять-таки, как Кагановича или Маленкова везде изображали, вот они вазы с Чубайсом появились сколько-то лет назад. И это тоже продукт своей эпохи. Какой? Сталинской? Это да, это просто парк. Получается, мы все такие наследники Сталина, что это хочется скорее изобретать. Я согласен. Если бы брали ту аскезу, которую он на себя наложил, и эту патриотичность, если хотите. Вот в предыдущей передаче... Убийство Сталина. Очень интересно. У нас есть две истории. Первая, которую официально регулярно переписывают. И совершенно другая реальная история. Закрытая история, закрытая дипломатия. И закрытые решения Политбюро. А они между собой совершенно не соприкасаются. Анатолий Иванович, вы можете поверить, что Егор Тимурович Гайдар, демократ, приехал лично. Он уже не был его премьерой в 93-й год. Он был в отставке лично. Ну, не формальная власть, я просто напомню, была огромная. Лично к генеральному прокурору Казаннику в 93-й год. С расстрельным списком русской Хазбулатов к расстрелу распоряжения Ельцина. Я открываю, там написано. Всем предъявить обвинение в соучастии в убийстве. Казаннику лично выступить обвинителем на процессе. Прям сценарий такой. Да. И для всех потребуют смертной казни. Обсуждали, оказывается, они, кого назначить генеральным прокурором. Батурин сказал, надо посылать за Казанником. Даже если этот человек будет подводить под расстреление виновных, народ ему поверит, что это виновные люди. Потому что у него очень высокая нравственная репутация. Этот список Казаннику в его кабинет принес Егор Гайдар. В это же время радикал-демократы кричали на всех углах, раздавите гадину. Те самые радикал-демократы, которые сейчас возглавляют радикальную оппозицию. Расстрельные списки в руках Егора Тимуровича. С другой стороны, вазы чубайцев. Ведь сталинские вещи. Расстрельные списки. Списков расстреливать. И вазы как культ личности. Ответ простой на самом деле. Это все были нео-большевики. Тогда нынешняя правоохранительная система, когда исчезает мэр большого города на месяц. Это следствие того, что перестали развивать институции государства и перестали отдавать деньги авторитарной традиции. Как перестали? Сколько Медведев сделал, чтобы в лагерях в СИЗО не били людей? Дмитрий Анатольевич Медведев. Зачтется ему это? Совершенно верно. Это как раз тот случай, когда пока его работа до конца не дооценена. Но один человек в короткий срок не может изменить систему. Он может принять ряд даже радикальных шагов. Но систему он изменить не может. Если мы это все сейчас не подхватим, так и будут не только мэры исчезать. Ведь мэр это вип-персона считается. Он и сегодня, еще раз скажу, действующий. Мэр города. Эта система не закончилась смертью Сталина. Сталин в этом ряду был один из эпизодов, когда с ним разобрались по понятиям. Ведь после этого тоже были такие эпизоды. Некоторые родственники, руководители советского государства уже в современную политическую историю убеждены, что их родственников убрали так же, как убрали Сталина. А кого вы можете назвать? Ну, Суслова, например. Дети Суслова считают, что он был отравлен. Потому что человек пришел на работу после медосмотра и через час умер. Алексей Иванович, когда Саша Хинштейн, наш коллега, писал книгу о Брежневе, его тоже допустили в архив. В его руках оказался дневник Брежнева. Особая государственная тайна. Вот только сейчас, в момент истины, в этом участвует гриф снят. Пришел ЮВ, принес желтенький. Хватит на четыре дня. Там несколько таких было записей. Одна из них была в ЮВ последние годы жизни. Дословно звучало так. Игорь Владимирович получил желтенький. Рукой Брежнева написал. Да, конечно. Все записи рукой Брежнева. Получил желтенький. Наркотики. Наше предположение, что сильные действующие препараты обезболивающие. Почему лидеру страны, Брежневу Генсеку, таблетки не Чазов Евгений Иванович, врач приносил, а начальник КГБ страны, его Брежнева, преемник? Мне люди, которые читали твою работу, говорят, что Хинштейн просто пишет об убийстве фактически Брежнева. Ну, не знаю, я бы не называл это убийством. Но медленная смерть такая. Ну, там ведь ряд записей, не только касательно одного ЮВЭ, как мы считаем, это Андропов, но и касательно Черненко, касательно Чазова. Брежнев пишет. Смысл в том, что был Константин, приносил снотворное. Все ему приносили снотворное. Да, это началось в 70-х годах, примерно 71-72 года, когда состояние здоровья стало ухудшаться. Саша, в любой цивилизованной стране мира, я вот об этом, такого рода записи, сделанные рукой лидера страны, это не просто сенсация. Меня больше поразила его запись, сделанная в тот день, когда было принято решение о вводе войск в Афганистан, это 79-й год. Три записи в этот день, 1-2-3, второе, обсуждали Афганистан, и третье, матч Динамо-Спартак, 3-0. То есть матч для него в том состоянии, немолодого человека. Как и Афганистан. А матчи подробнее, там мы хотя бы счет знаем. Ну, это как раз просто объясняется. Пытались вот этими психотропными веществами, которых пичкали в свое время в девятке всех, и в неограниченных масштабах, потом поняли, куда это привело Брежнева, и пытался Чазов это ограничить. И по дружбе ему... Тайком от врачей. Приносили, приносили. Понимаете, Брежнев... Андропов не хотел власти? Андропов хотел власти, безусловно. И шел к ней... И приносил наркотики, не понимая, что это наркотики, видя в каком состоянии уже генсек Брежнев. Понимаете, приносили Брежневу, несмотря на его здоровье, и сигареты, и алкоголь. Да, это правда. Что-то уже было запрещено. Те же самые люди из девятки. Убивали, значит, по факту-то получается. Убивали алкоголем, сигаретами. Ну, нельзя было курить совсем. И наркотиками тем более убивали. Да, согласен. Медленное убийство. Так же, как мы убиваем друг друга, предлагая сигареты и из жалости таблетку лишнюю снотворную. Ну, сейчас снотворные таблетки другие стали. В то время ими неоправданно злоупотребляли. Оперируя вот этими фактами, мы стоим перед очень большим риском. То есть? Перед риском судить о событиях, которые происходили в этом эшелоне власти. Ну, подождите. Это дневник Брежнева. Да. Не опубликованный до сих пор. Вот только сейчас мы. Почему мы только этим занимаемся? С него снят гриф совершенно секретно. Документ особой государственной важности. Как, кстати, сказать и письмо патолога Анатома Русакова. Да, 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 да. О подлинных причинах смерти Сталина. Гриф «Государственная тайна». Вот сейчас он снят. Это я с большим интересом смотрел. Наша предыдущая передача. Да. В высшей степени интересно. Все соответствует. Соответствует? Все соответствует, конечно. Как историки вдруг заговорили. Оказывается, все знали, что Сталин был отравлен. Дмитрий, ну как вот вдруг? Вот Полторанин, который был главой комиссии. Это очень важно. Официальное заявление Михаила Полторанина. В ельцинские годы в ранге первого вице-премьера Полторанин был главой комиссии по рассекречиванию архивов Лубянки. Мы дадим ему сегодня слово. Продолжение нашего разговора о подлинных причинах убийства Сталина. Дело врачей, операция «Белая куропатка», высылка евреев. После программы интернет взорвался, но оказывается, все историки всегда знали, что Сталин был убит. Ну, безусловно. Во-первых, есть воспоминания людей, которые имели непосредственное отношение к этим событиям. Все знают, но ему не придается вообще никакого значения. Василий Сталин, за что его посадили? Да, Василий, который сказал, его еще первый, моего отца убили, отравили. Он всем это говорил? Всем абсолютно. Как и есть запись, ну, это дневником назвать нельзя. Вот той женщины, видимо, Сталин жил с ней. Она работала в обслуге на даче, ее тетрадка. Она записывала какие-то его фразы. Она все написала, как есть тетрадка, тоже засекречена. Это удивительно. Забыл ее имя этой женщины. Похоже, это последняя, так сказать, вот женщина Сталина. Да. Работавшая на даче, ну, естественно, офицер госбезопасности. Но она оставила тетрадку. Кроме всего прочего, я являюсь владельцем некого архива, архив маршала Маскаленко. Так получилось, что на протяжении очень многих лет и я имел возможность с ним общаться. Что рассказывал Маскаленко? Ну, он говорил о том, что по всем признакам... Берия убил. Берия убил Сталин. Вячеслав Михайлович Молотов, своему внуку Вячеславу Никонову, нашему коллеге, говорил, что он, Молотов, допускает мысль, что Сталин был убит именно Берии. Дед сказал, что он этого не исключал. Что Берия убил? Хорошо, что он это сделал. Он этого не исключал. Скажи, эта тема волновала, Вячеслав Михайлович? Нет, не очень. Почему? Он ненавидел Сталину уже к тому времени, так что... Нет, почему? Он Сталину всегда уважал. Даже после всей истории с женой? Конечно, ему тоже спасло жизнь, потому что он стоял на очереди. На очереди, да. Уважал, ты говоришь. Ну, конечно. А как же история с женой? Ну, как простить такое Сталин? Ну, тем не менее. Он-то считал, что это Берия сделала. Отправил его, Молотова, жену в лагерь? То есть он считал, что это Берия больше виноват? Да. Берия убил Сталина. Дословно. Ну, с коленка. А вот почему именно 53-й, не 52-й, не 54-й версия нашей программы? Еще раз скажу, сейчас Михаил Платаранин возьмет слово. Почему Ялтинская конференция была в Крыму? Ведь в 42-м году Черчилль спокойно прилетал в Москву. Нет Крым. Ну, это осмотр... Того, что купил Рузвельт у Ротшильда, заложенный в банки. Крым, 20-й год, Ленину нужны 50 миллионов долларов живых денег. Закладывается Крым, как закладывались и ценности Эрмитажа. Под живые деньги. А Ротшильд, получив Крым в залог и отдав Ленину 50 миллионов живых денег, с первой выплаты 46-й год, выпустил акции, привлекая чужие деньги свои тратить. Ротшильд не любил и акции, купили и Гувр, и семья Рузвельтов, и маршал, знаменитый план маршала. И безумно интересно было Рузвельту посмотреть, что же это за Крым. Такой орден на теле земля, как все говорили. Ну, на самом деле, тогда под предлогом того, что это необходимо советской власти, избавлялись от ценностей, от произведений искусства. Да, но Украина имела своего представителя в ООН, как известно, как и Белоруссия. А Крым был передан России. То есть Хрущев, выполняя волю Сталина, передав Крым Украине, как бы отменил юрисдикцию России и дезавуировал решение 20-го года. Ведь Россия закладывала Крым, а он теперь украинский. А Украина имеет в ООН своего собственного представителя. Это был правильный ход. Но это, напомню, после 46-го года. Да, конечно, когда пришла пора платить проценты за эти самые 50 миллионов. Или вы отдаваете нам Крым, раз он был заложен, либо деньги. Или не надо Крым, еврейская. Сначала ведь речь шла о еврейской автономии в Крыму. Так было. Не там вот, на Амуре, а в Крыму. Еврейская автономия. А потом появилось другое предложение американцев. Раз Англия, наш союзник, против того, чтобы в Палестине был Израиль, пусть Израиль будет в Крыму. И первым президентом Израиля американцы предлагали Сталину кого сделать? Михоэлсы. Позже убитого. Великого еврейского актера, советского еврейского актера, великого короля Алира. Это потом инкриминировалось членом еврейского антифашистского комитета на процессе 52-го года. То есть такая идея была... Это стоило Михоэлсу жизни? Дело в том, что эта идея выдвигалась еще реально, как я понимаю, года 42-го. На втором месте был Каганович, какой из Лазаря президент и еврей смеялся с Сталином? 53-й год. Это вот то, что Хрущев отдал Украине, Крым. Это ведь была домашняя заготовка Сталина. Все векселя подписаны. Это именно правительство России, да. Правительство РСФСР. Юридически как бы утерли нос. Несмотря на то, что они получили Палестину, у них эта идея Крымской Калифорнии осталась. И она свербила. И когда приехала Голда Мейер, послом Израиля к нам, в Москву сюда, она учила... Полина Жемчужная, супруга Вячеслава Михайловича Молотова. Правая рука Сталина, Вячеслав Молотов. А Полина Жемчужная и Голда, мэр, подруги детства. Они обе из Минска. Только Голда Мейер эмигрировала в 20-каком-то году за границу, стала первым послом Израиля в Советском Союзе. А Полина Жемчужная, как и Молотов, были дружны со Сталином. И Жемчужная выдавала там все секреты и все прочее. А потом на Политбюро Сталин неожиданно заговорил о том, что он, вдовец, очень любил по выходным, по праздникам обедать Вячеславу Михайловичу Молотову в его семье. И за столом, товарищи, говорил Сталин, обращаясь к членам Политбюро, его супруга, Полина, постоянно заводила со мной разговор об Израиле. Да, все она расспрашивала и передавала туда. А потом бежала в митрополь, где жила ее подруга, Голдемэйр. И все, и товарищи рассказывал, тут же под стенограммом Молотов заявил, что он разводится с врагом народа Жемчужной. Он узнал только что от Сталина об этом. И требует ее жестоко наказать. И сам Молотов поставил на Политбюро по стенограмме вопрос о ее аресте. Был голосоварен. Все разговоры со Сталином об Израиле? О дальнейших действиях по Америке, когда Сталин сказал, что же такое делается? Он говорит, что ее надо арестовать. Сам Молотов сказал, что он разводится своей женой и требует ее ареста. Это в стенограммах есть. Остался? Да. Насколько я помню, когда ее выводили из ЦК, это было еще до войны, Молотов воздержался при голосовании. Это было. Мы с тобой теперь оба вдовцы, сказал Сталин Молотову, через три дня после ее ареста. И они вместе пошли обедать. Ну, у Сталина была плодотворная мысль расстрелять Молотова еще в конце 45-го года. Он ее просто не реализовал. Почему? А когда Сталин уехал после войны отдыхать на три месяца в Сочи, он оставил на руководящую четверку страну. Молотов, Маленков, Берия, Микоян. И старшим назначил Молотова. А за это время в мире распространились слухи о болезни, о том, что Сталин находится при смерти. И это передавалось западными корреспондентами из Москвы. А Молотов до этого отменил цензуру на сообщения западных корреспондентов и потом ввел только с опозданием. И там кого только не называли в качестве преемника. Случайный набор фамилий. Здесь по принципу, чтобы был не тот, кого называли до тебя. Журналистика строится по этому принципу. Ну вот почему, например, столько версий об убийстве Кеннеди. Потому что необходимо назвать ту версию, которой до тебя не было. То же самое здесь. Сталину это не понравилось. Еще не понравилось, что Молотов, на его взгляд, пошел на ряд уступок в переговорах с западными союзниками по послевоенному урегулированию. И что ж, сразу расстрелять? Он намекнул, что это двурушничество. Молотов, в общем, воспринял это очень серьезно и пустил скупую мужскую слезу перед товарищами, о чем они и не применули сообщить товарищу Сталину. Но поскольку товарищи уже решили, что товарища Молотова в расход будут пускать, в их сообщениях на этот счет товарищу Сталину была такая неподдельная радость, что Иосиф Виссарионович решил немножко подождать с Молотовым. Ну вот подождалось, видно, до января 1953-го, когда он вернул жемчужину и, очевидно, планировал Молотова вывезти в расход. Он ее вернул в Москву под конвоем для допроса на Лубянке. В Москву, да, для допроса ее привезли. Да, значит, они хотели дело делать. Молотов безумно любил свою жену, сдал, не моргнув глазом. Наши гости сегодня Ольга Аросева, замечательная актриса. Она ведь дочь посла Советского Союза во Франции, Аросев и Молотов-Скрябин были дружны с детства. Мало кто знает, что Олю Аросеву Сталин на руках держал на параде в Тушино. Он на руках меня не держал. Я все-таки уже была большой девочкой, мне было 10 лет. На параде мы стояли сзади, отец нас привез с сестрой. 12 июня было... 30 какой год? 35-й. А с Молотовым Александр Аросев дружил с детства? Они учились в училище, сидели на одной партии. В Казани? Да. Вместе там организовали партийную ячейку, вместе были из последнего класса уволены и арестованы, и отправили их в ссылку. Дружба продолжалась много-много-много лет. Всю жизнь вместе. Всю жизнь. И при этом, когда арестовали Александра Аросева, уже ставшего дипломатом, послом во Франции, Вячеслав Михайлович Молотов не подошел к телефону. Я правильно говорю? Он подошел к телефону. Отец звонил, он три раза не подходил к телефону, а на третий раз... А его жену сначала арестовали. И когда отец спрашивал, что мне делать, скажи, я же слышу, что ты у телефона... Он домой звонил, то есть он понимал, что трубку сняли? Да-да-да, что трубку сняли, скажи мне, что мне делать. Вячеслав он его звал? Да. Что мне делать? И тот просто выкрикнул, устраивай детей. И бросил трубку. Молотов был трус? Я думаю, это не трусость. Он был упертый, законно послушный человек. Александра, встать на политбюро, стенограмма сохранилась. И после рассказа Сталина о том, как он, Сталин, вдовец, по выходным дням любил обедать в семье Молотова. И супруга Вячеслава Михайловича Полина расспрашивала Сталина прежде всего о евреях. Еврейский вопрос. Кто мог подумать, что после того она бежит в метрополь Голдемер и все ей подробно рассказывает. Ее за это и посадили. И Молотов предложил арестовать врага народа Жемчужину, свою жену, сказав, что он сегодня же с ней разводится. И вечером развелся. Полина Семеновна, вернувшись из ссылки, мне лично рассказывала, что это было против Молотова и что ее все время спрашивали на допросах. А Вячеслав Михайлович знал об этом? Она говорит, я подписала все. Только одно я не подписывала, когда они говорили, Вячеслав Михайлович знал это, она говорила нет. И он, говорит, понимал, что стоило ему заступиться за меня, он бы тут же загремел и тогда уже ничего не было бы. Она простила его, Ольга Санна. Ну да, он приехал за ней, ей дали домик в Казахской степи. Она в лагере не была, слава богу. Она жила в этом домике под чужой фамилией. И она ни казеет, ничего не знала, ни о смерти Сталина, ничего. Просто она один раз говорит, я вышла и увидела, что едет зим. Облако пыли. Я думала, это просто мираж какой-то, или мне кажется. А это он за ней приехал. Вячеслав Михайлович примчался на четвертый день после смерти Сталина. Сам лично за ней приехал, и она села в машину, и он ее увез. Он ее очень любил. Вы помните в Новый год, когда вы встречали вместе с Молотовым и Полиной в Кремле? Какая истерика у нее была? Да люди ли вы, кричала она. Да. Она маму мою очень любила, она с ней дружила. Она сказала, как умерла Ольга, расскажи. Я ей рассказала. Ваша мама. Почему-то не обратилась к Вячеславу. А Молотов за столом сидит, слушает все. Да. Я попыталась обратиться, но я говорю, как я могла обратиться. Я пошла к Николаю Михайловичу, это его брат, Налинский, композитор. Я ему сказала, что вы не можете передать письмо Вячеславу Михайловичу? А он сказал, нет, я дал подписку, никаких писем мне передавать. Ну, это сам Молотов попросил его, я думаю. Да, верно. Вот тут она стала кричать, какие вы жестокие каменные люди, как вам не стыдно. Обращаясь к Молотову. Да. Моя лучшая подруга умерла, и ты не мог ей помочь, вы такие люди. И какая реакция была у Вячеслава Михайловича? Он молчал. Задевали его слова жены? По-моему, да. Потому что когда реабилитацию получила, справка о том, что реабилитирована, ввиду отсутствия состава преступления, посмертно. Я эту справку вложила в конверт и просто написала «Москва, Кремль, Молотову». И приложила записку, написала «Наверное, вам не безинтересно узнать, что ваш школьный товарищ ни в чем не виноват». Тогда она меня разыскала, машину прислали. Какой-то 50? 56-й, наверное, год. Он вышел в столовую с моей справкой в руках. И он так говорит, вот это, значит, отсутствие состава преступления долгонько искали. Обычно преступление ищут, а отсутствие что-то долгонько искали. Но вот он молчал. Какое лицо было у человека? Каменное. Это совесть или отсутствие совести? Не знаю. Но вот один раз поймала момент. Когда я ему сказала, что вот дневники папины остались, он так говорит, ну, поди ругает Саша-то меня там? Я говорю, ни разу. Там только один раз написано, эх, вече, вече, кровь до железки. И вдруг я чувствую, у него сквозь принцессная вот заблестела. Вот мне показалось, что это была слеза. Он так резко встал и ушел из-за стола. Как же убивали Иосифа Сталина? Не так давно момент истины обнародовал свою версию подлинных причин, насильственной, как мы, журналисты, считаем, насильственной смерти Иосифа Сталина. И мы продолжаем наш рассказ. Мы, как видите, держим свое слово. Ольга Александровна, шептались в Москве, что Сталина, возможно, отравил Берия с согласия других членов Политбюро, возможно, и Молотова. Или только один Василий Сталин об этом кричал? Я таких не слышал, но я слышала, что Сталин в последнее время был уже, так сказать, ненормальный, что он никому не доверял. Там много всего говорили, много всяких разных фантазий, но мне кажется, что все было немножко преувеличено, понимаете? Но паранойя была, потому что осталась... Паранойя была, это точно. Осталась на каком-то документе строчка Сталина карандашом написанная. Плохо спал. Сошлись люди, убитые мной в юности. Да. Было и такое, на документе. Конечно, это не проходит даром. Поэтому и страх, и подозрительность, и так далее. Не придумываем ли мы мифы, да? Я очень боюсь новых мифов. Вся наша история фальсифицирована. Мы так много знаем о сталинском периоде, настолько же много, насколько не знаем. Как и изгумация, самый главный вопрос. Вот этот вопрос. Добиться изгумации всем же... Слушайте, ну это всем действительно. Просто интересно, это важно знать, был ли отравлен Сталин, изгумация могилы. И все споры заканчиваются. Это важно. Это важно. Как и подлинные причины его смерти. Почему вдруг наша основная тема, 1953 год, еврейский вопрос, Крым и убийство Сталина? Ведь в Москве прошли митинги тогда. По 50 тысяч человек каждый митинг в поддержку Израиля. С плакатами «Да здравствует Крымская Калифорния». То есть Крым евреям. Так они же стали... Ты же знаешь, вот этот катехизис евреев в СССР. Такая синенькая маленькая книжка «Катехизис евреев в СССР». Подпольно вышла. Ничего не подпольно, они 10 миллионов тираж у него. И смысл книжки? Евреи не подчиняются ни вашей стране? Мало того, они просто должны презирать этот народ, где они живут. Второй митинг проходит под окнами метрополия. Вся площадь перед Большим театром запружена. Голдомэр в окне наблюдает этот митинг, приветствует митингующих. За две недели они организовали два митинга. Каждый насчитывал до 50 тысяч человек. Это были люди из Питера, из Москвы, даже из Сибири приезжали. И вот когда они организовали эти митинги, выполнить обещания перед Америкой, отдать Крым... Сталин начинает бояться евреев и ненавидеть их. Екатерина Фурцева получает приказ. Первый приказ. Операция «Белая Куропатка» составить списки евреев московских. Она второй секретарь горкома партии на высылку. Да, «Белая Куропатка» это новое... Высылка евреев на новую землю. 147 тысяч, по-моему, евреев. Москва, Ленинград прежде всего, Киев. Я думаю, что туда вообще до 200 тысяч должно было. Туда уже завезли несколько пароходов в Карию Чупрово. Уже повезли, да, матки. И привезли туда для бараков. Считай... На сколько лет была рассчитана операция «Белая Куропатка»? Высылка евреев на новую землю? Я думаю, лет на пять это было рассчитано. Тихон Николаевич Хренников, а Клара, его жена еврейка, попала в этот список смерти. Завещал нам показать эту запись нашего разговора только после его смерти. Он называет фамилию Фурцева. Если бы не смерть Сталина... Евреев бы не было в Москве. Понимаете, в чем дело? Он бы всех... Наша страна была бы в таком позоре для всего мира, который... Просто нарочно не придуешь. Потому что евреев забирались вывозить уже из Москвы. Ей было поручено. Фурцевой? Да. 200 тысяч евреев на смерть в лагеря «Новая земля». И вот тогда послы крупнейших стран мира, Америка, три европейских посла Голдумайр Берия. Они приняли, да, они были у Берии смысла разговора. Гитлер уничтожал евреев. Если сейчас Сталин 200 тысяч высылает, так что ж тогда вообще останется от еврейского народа? Берия понял, что, возможно, война, третья мировая война, если угодно, которую Красная Армия, изможденная Великой войной, может не выиграть. Это очень опасная тема была. Так показалось Берии. И вот тогда Сталин был отравлен. Вот это версия нашей программы. Все совпадает по времени. По времени очень можно связать. Дело врачей. Смерть Сталина. Выслуга евреев сразу отменяется. Хотя уже были завезены на новую землю баржами в огромном количестве и доски, и щиты, и колючая проволока. По времени просто... Один в один. Один в один. Это просто необходимость была у тех, кто должен защищать интересы своей нации. Они должны были убить Сталина. Продолжение следует...